И бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что известие о смерти Алексея Навального заставило меня отспинеть. Он стал жертвой репрессивной государственной власти России. Ужасно, что мужественный бесстрашный голос, вставший на защиту своей страны, был заглушен ужасными методами моей мысли с женой, детьми, друзьями и коллегами. Что я могу сказать по поводу фрау Меркель? Ну, наверное, она как раз порекомендовала или посоветовала Навальному ехать в Россию. Я понимаю, что он такой весь был человек весьма энергичный. Кстати, что-то я растерялся и фотографию не поставил. Вот последняя фотография, ну, это видео, конечно, я видео не могу поставить. Фотография Навального, видите, какой он позитивный. У него все было нормально. Вот он сильно этим от меня отличается, да, то есть у него всегда все хорошо, даже когда все плохо. И, конечно, в этом смысле я говорю, он сверхчеловек. Таких людей еще мало на земле. И Меркель, конечно, пишет омерзительно, абсолютно точно. То есть по-другому я не воспринимаю. То есть как это можно было там. Я же убежден, что они давали какие-то обязательства Навальному. И Меркель лично с ним встречалась. Ну и другие полиции. Вот пишут, что в 21-м году Байден пообещал разрушительные последствия, если Навальный умрет в тюрьме. Что сделает Байден? Громко пернет? Да? Нехера ни на каких Байденов надеяться. Надеяться только на нас самих. Никто нам не поможет. Поверьте. Слава Байден в прямом эфире, а Навальному говорит. Ну и что он говорит? Я даже и слушать не буду. Я потом, конечно, прочитаю. Он будет высказывать большую озабоченность. Рассказывать, какая решимость у Америки и прочее. Какая нахер решимость? Вся Америка – это Байден. Вот взять Трамп и Байден. Вот это вся Америка. Два старых человека, один в маразме находится, а другой сумасшедший. Вот это Америка. То, что мы сейчас видим. Никто из них четко даже не представляет, что происходит в мире. Ну, конечно, обеспокоенность он заботу выскажет. И вот будет его речь не сильно отличаться от фрау Меркель и всех остальных бывших и действующих руководителей. Что я могу сказать? Что он скажет? Ну, давайте поддержим, блядь, сопротивление в России. Дадим сейчас стингеры, блядь, с джавелинами. Что Путина за гандоши? Как мне вчера присылают, да, видео путинских кортежей и прочее, и прочее, и прочее. Я вот думаю, блядь, а что же у нас джавелином-то? Нет, ни хера. То есть, мы знаем, где он, когда он. Все это для меня снимается нашими соратниками и присылается, понимаете? Блядь, но вместо видеокамеры, ну, в смысле, телефончик у человека мог бы быть джавелин. И не было этого Путина на трех аурусах, блядь. Что три ауруса, трудно, блядь, подстрелить или четыре вертолета. Вот тут про Надеждину вспоминают. Конечно, да, устранение Навального очень выгодно. Кириенко с его Надеждину, то есть, подменить, да, вот теперь вам борец большой и так далее. Песков заявил, что Путину доложили и что он этот, значит, Песков получил информацию из Москвы о смерти Навального, что там разберутся и так далее. Вы знаете, явно ему страшно Пескову, причем жутко страшно. Я вот вам покажу. Конечно, в одной программе показывают фотографии Навального и Пескова как-то даже стремно, да, но вот все-таки надо, чтобы вы видели, потому что вы посмотрите видео. Я сделал две нарезки и не специально остановил в любом месте, потому что там ебло у этого Пескова везде одинаковое. Вот такое оно. Он сыт, понимаете? И сыт безумно. Смотрите, человек, который боится безумно. Вот когда я его эту суку буду допрашивать, вот он будет вот такую рожу косопиздить. Это я вам обещаю. Понимаете? Потому что он боится. То есть, он четко себе представляет, да, что будет дальше. То есть, какого джина выпустили из бутылки. В отличие от Путина и так далее. Ну, понятно, что Пескова-то никто в известность никакую не ставил. Он боится там за свою семью за рубежом. Он боится за свою собственность, за свои там какие-то виды на жительство или паспорта других государств. Понимаете? Вот. Он назвал абсолютно оголделыми и недопустимыми заявления западных политиков о том, что Кремль причастен к гибели Навального и так далее. А что ж Кремль не причастен, что ли, к гибели Навального? Ну, предположим, они не убили Навального, да? Предположим, Навальный умер сам. Вообще это... Ну, давайте вот это предположим. 300 или сколько он там дней провел в ШИЗО? Да я, блядь, 30 бы не провел. Я бы умер 30. Провел бы и умер. Понимаете? Поэтому что там говорить? Они в любом случае его убили. Они его убивали, они его в эти штрафные изоляторы загоняли. Они его голодом морили. Они его музыку всякую включали и так далее, чтобы подавить его. И не могли подавить. Он сверхчеловек. Я говорю, я бы не вынес и десятой доли того, что они на долю Навального вытащили. Поэтому что они убийцы, что они садисты. Это никто вообще даже в этом не должен сомневаться. Это абсолютно четко. И мы это видим каждый день с вами. А сейчас подтверждение этому жутчайшее. Они его, вот пишут, замучили. Конечно, замучили. Даже если они ему там не клали новичка. Хотя тоже мы не знаем. Мы не знаем. Понимаете? То есть в любом случае они его убили. И вот заявляют, что Путин будет выступать. Интересно. Я послушаю это выступление Путина. Я думаю, что он, конечно, злорадствует, да, Путин. Но он зря злорадствует. Он не представляет, какой ящик Пандоры он открыл. Володин заявил, что в смерти Навального виноваты Вашингтон и Баруссель. А, кстати, в его словах есть доля правды, да. Ну, вот представьте себе. Если бы когда Навального посадили в тюрьму, сказали бы сразу западный. Да, все, газ перекрываем. Не нужен нам никакой газ. Все. Нефть нам никакая не нужна. Да, дипломатов Ваших выгоняем нахуй. Всех, блядь. Идите в жопу отсюда. Не будет посольств никаких, да. Там из Совета Безопасности. В Совете Безопасности вы. Постоянными членами. Ну, и накер отсюда. Да. Там алюминий, золото, там запрет на перевозку российских грузов. Да. И прочее, прочее, прочее. И помощь бы оказали партизанам. И все. Войны бы не было в Украине. Не то, что Навального бы отпустили. Отпустили бы в одну секунду. Никакой войны бы в Украине не было. Если бы сразу так гайки закрутили Вове. Они сжевали сопли и ждали, когда Вова приспособится к этим условиям. Раз чуть-чуть, вот раз приспособился. Еще чуть-чуть, еще приспособился. Это намеренное действие или случайно? Это дурость или это намеренное действие? Это преступление? Я думаю, что это преступление. Все это деятельность международного организованного преступного сообщества. Дмитрий Славов, наверняка вы подготовили ответ и анонсируете акцию мести. Не тяните. Ну, как же мести? Это как раз то блюдо, которое надо подавать холодно. Как раз здесь стоит немножко потянуть. Главное – это охота на Путина. То есть, мы должны усилить охоту на Путина. Нам нужно уничтожить эту гниду, чтобы его не было. Еще раз говорю, никто не поможет нам. Вот человек пишет. Гадко и противно. Будет чувств. Наверное, я шизофреник. Сделать что-то хочу и не могу. Наверное, еще и трус. Не знаю, не хочется просто в пустую попасть к путинцам и другим людям. Видимо, тоже и злость к ним – это и злость к себе. У многих такие чувства. Что я могу посоветовать? Реализуйтесь. Начните от малого к большему. От почти совсем безопасного к более опасному. То есть, вас поведет ваш инстинкт. Вас поведет адреналин внутри вас. Становитесь партизанами. Нужно спротивляться. Как бы это? Это как к зубному идти. То есть, не хочется. Там больно, страшно. Куда деваться? А это гораздо хуже, чем зубы. Это страна наша. Уничтожается этой мрази путинской. Вячеслав Вячеславович, большая просьба расскажите на эфире, что будет. Уже точение слежка за нашими. Бежать или еще лучше прятаться. Вопросы мне уже пишут. Ну и так далее. Что я могу? Вот некоторые пишут. Шок у них. Что я могу сказать? Ну, шок-то пройдет. Злость останется. Нужны адекватные ответы. Нужны адекватные ответы. Вот люди пишут очень правильные письма. За убийство Алексея ответственность несет все озерные банды. Нужно объявить новую операцию возмездия в банде Озерной с самыми радикальными мерами, вплоть до тотального уничтожения. Они объявили войну на истребление. Партизаны и Мальцевы обязаны принять вызов. Что я могу сказать? Путин убил заложника. Так это называется. И многим, может быть, это прозвучит чудовищно в этих условиях, но он многим развязал руки. Он убил Алексея. Я не призываю убивать путинских, но и не отговариваю. Каждый принимает решение сам. Если кто-то попросит меня благословить на такое дело, я как верующий человек воздержусь от благословения, но как инсургент помогу всем, чем могу такому человеку. Я не благословляю вас на уничтожение путинских, но я вам помогу. Вы должны понять, что нам не должна нравиться крайняя форма борьбы, но мы должны признать, что без физического уничтожения путинской банды мы Россию не спасем. Поэтому мы должны сейчас говорить об операции Ван Хельсен, о физическом уничтожении этих злодеев. Навальный герой России. Лен, ну, вы знаете, Навальный, я говорю, герой и сверхчеловек, но вот в сочетании герой России не надо употреблять, потому что герой России там всякие Кадыровы, блядь, Путины, ну, и вся остальная мразь, ну, как бы это обосранное словосочетание, не надо его вот в отношении Алексея. Он истинный герой России, можно это сказать, но все равно как-то вот это, такой осадок они сделали, конечно, эти упыри, то есть они нас много чего лишили, очень многого. Вячеслав, что дальше, какие ваши прогнозы? Борьба дальше. Борьба дальше. И надеюсь, что смерть Навального не даст Западу возможность провести гадкие переговоры с Путиным, которые они уже проводили. Вы видите, что они там пытались сконструировать, какую модель. Договориться с Вовой, давайте все там погасим. А я все поняла, смерть Навального, это изоляция Путина от всего мира не так просто. В общем, от всего мира. Какой-нибудь Орбан перестанет с Путиным общаться, Си Цзиньпин перестанет общаться, Дайран перестанет общаться, Эрдоган перестанет общаться. Нет. Те, кто не общались и не будут общаться, или международные преступники перестанут у Путина деньги брать, ничего подобного не случится. Сообщего Навального убрали сразу после интервью. Ян, а я вполне допускаю, что они не как бы в разной вариации, возможно, что они четко определили, когда он должен умереть. А возможно, они определили вот какой-то промежуток, что вот там, грубо говоря, с такого-то и в такой-то, понимаете? Ну, вот представьте, Навальный человек, которого травили новичком. Вот посмотрите, все те люди, которые были отравлены новичком, при хорошем лечении, да, при хорошем питании, они все жили недолго. А представьте, Навального специально загнали туда, по штрафным изоляторам, блядь, морили голодом. Смотрите, он весь как скелет был. Издевались над ним, да? И при этом он был отравлен так страшно. То есть, они же прекрасно понимали, они же, их же эти люди, кто отравились новичком, этих людей немало, они видели, могли нарисовать прогноз, что будет дальше. Понимаете? То есть, и под этот прогноз наверняка работали. Хотя, я говорю, я не исключаю, что они его и в конце концов просто убили. То есть, дали команду, все, убивайте и убили. Или же морили его, пока, значит, он не умер, да? В любом случае, это убийство, в любом случае за этим убийством стоит Путин, в любом случае он получал удовольствие от того, что пытал Навального, издевался над ним. Это злодей, малифик Путин, понимаете? Садист, блин. Вячеслав, а вы не думали, что Путин у него уже нет? Катерина, я вам, знаете, что скажу? Если Путин не был, Навального никто не убил. Больше никому смерть Навального не нужна. Она нужна только Путину. Он личный враг Путина. Путин лично ненавидел Навального. Это совершенно железно. Вот гибель Навального – это подтверждение того, что Путин, сука, жив пока еще. Что будет с Путином? Да, я вот могу только прям, да? Вспомнить определенные слова, да? Помните? Что думает Хамабрут, когда его ведет Евтух на третью ночь? Он думает, теперь проклятая ведьма задаст мне Пфайферу, да? Помните? И вот очень хорошая фраза. Видимо, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит. Это вот относится к Путину. Это он, проклятый Малифик, и нечистая сила так за него стоит. Поэтому сейчас третья ночь, вот как раз, ожидается, блядь, с этой проклятой ведьмой. Ну, нам в любом случае придется ее отстоять, эту всеночную, блядь. Все в любом случае придется как-то бороться. Конечно, сейчас он всех упырей и бурдалаков зовет себе на помощь, и я, и прочих. Ну, Ви, понятно, кто это такой. Син Цзин Фин. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!